Всем привет! Ранее мы рассмотрели стрелковое оружие Красной Армии в Гражданской войне. А в этом ролике представлен обзор на стрелковое оружие Белого Движения в этот период. Кроме оружия, захваченного на складах, белогвардейцам активно помогали вооружением и боеприпасами стран Антанты, принимавшие активное участие в боевых действиях, в том числе путем прямой интервенции в Россию. Итак, начнем с револьверов и пистолетов. Как и у большевиков, основным короткоствольным оружием белогвардейцев являлся револьвер «Наган». Созданный в Бельгии в 1886 году, он имел калибр 7,62 мм, либо три линии. Патрон 7,62х38. Выпускался в двух модификациях. Офицерская модель имела самовзводную СМ двойного действия, а солдатская выпускалась без самовзвода. Емкость барабана 7 патронов, прицельная дальность стрельбы 50 метров. Из США поставлялись пистолеты М19-11. Разработанный в 1908 году конструктором Джоном Мозесом Браулингом, этот пистолет имеет калибр 11,43 мм, патрон 45 ACP. Емкость магазина 7 патронов, автоматика работает по принципу отдачи ствола с коротким ходом. ВСМ одинарного действия, прицельная дальность стрельбы 27 метров. Как и комиссары, белые офицеры использовали немецкий Маузер К-96. Разработанный в 1895 году он имел калибр 7,63 мм, патрон 7,63 на 25 Маузер. Принцип работы отдачи ствола при коротком ходе. В качестве боепитания использовались встроенные или отъемные магазины на 6, 10 или 20 патронов, прицельная дальность 200 метров. Также применялись и другие пистолеты, бельгийские Браунинги 19-00, 19-03, 19-10, немецкий Люгер П-08, британский револьвер Вебли, французский МАЗ-1873, испанский Руби, австро-венгерский Штарр 19-08. Далее рассмотрим винтовки. Основным стрелковым оружием белогвардейцев являлась винтовка Мосина. Созданная в 1891 году русским оружейным конструктором Мосиным с учетом бельгийской системы Нагана, она имеет калибр 7,62 мм, патрон 7,62 на 54. Принцип работы – продольно скользящий затвор. Вид боепитания – неотъемный магазин на 5 патронов, снаряжаемый обоймами. Дальность стрельбы – 800 метров. Винтовка образца 1891 года выпускалась в трех модификациях пехотной казачьей Драгунской, а с 1907 года выпускался карабин с укороченным стволом. Наряду с русскими использовались также японские винтовки, закупленные Российской империей в период Первой мировой войны и переданные белому движению Японии Тип-30 и Тип-38. Принцип работы – продольно скользящий затвор, калибр 6,5 мм, патрон 6,5 на 50 Алисака. Вид боепитания – неотъемный магазин на 5 патронов, скорострельность до 15 выстрелов в минуту. Отличием 38-й модели от 30-й было уменьшение количества деталей, улучшенные затворы, повышение надежности работы. Что касается боеприпасов и вооружения, то у той же Западной армии русских винтовок не было в нужном количестве, а к имевшимся японским не было патронов. В Великобритании в качестве военной помощи передавались белому движению винтовки патрон 19-14 «Энфилд». Калибр 7,71 мм, патрон 303 «Бритиш». Принцип работы – продольно скользящий поворотный затвор. В качестве боепитания использовались пачки на 5 патронов, прицельная дальность стрельбы 730 метров. В частности, эти винтовки использовались северо-западной армией белогвардейцев. Французами передавались довольно устаревшие винтовки «Лебель» 18-86. Разработанная в 1886 году, эта французская магазинная винтовка является первым в мире принятым на вооружение нарезным оружием под патрон с бездымным порохом. Принцип работы – продольно скользящий затвор. Калибр 8 мм, патрон 8х50 «Лебель». Трубчатый подствольный магазин емкостью 8 патронов ухудшал баланс оружия, и, что более существенно, с ним значительно замедлялась перезарядка магазина, проигрывая по скорости зарядки другим магазинным винтовкам с обоймами и пачками. Прицельная дальность 400 метров. Также в рядах северо-западной армии можно было встретить немецкие винтовки «Маузер-98». Разработанная в 1898 году, она являлась основным стрелковым оружием войск Германской империи в Первой мировой войне. Принцип работы – продольно скользящий затвор, калибр 7,92 мм, патрон 7,92х57. Скорострельность 15 выстрелов в минуту, емкость двухрядного магазина 5 патронов, дальность стрельбы 800 метров. Вместе с магазинными винтовками использовались также однозарядные винтовки Бердана. Разработанная американским полковником Хайремом Берданом, эта однозарядная винтовка в 1870 году была принята на вооружение Российской империи. Имеет две модификации – пехотная драгунская винтовка и казачий карабин. Принцип работы – винтовок старого образца, откидной затвор. У модернизированной винтовки – продольно скользящий затвор. Калибр 10,75 мм или 4,2 линии, патроны 10,75х58, эффективная дальность стрельбы 250 метров. Хоть и не массово, но применялись американские винчестеры 18-95. Принцип работы – левер-экшн, перезарядка со скобой Генри, емкость магазина 5 патронов, калибр 7,62 мм, патрон 7,62х54. Основным недостатком этих винтовок являлась неприспособленность к русским морозам, а также чувствительность к загрязнению. Также использовались Маузер 1871, Гра 1874, Гра Кропачек 1884, Австрийские винтовки Манлихер 1888 и 1895, Швейцарско-Итальянское Ватерли 1870. Большой разброс в калибрах и отсутствие унификации стрелкового оружия существенно влияли на боеспособность белого движения. Как следствие, у белогвардейцев ощущался постоянный дефицит боеприпасов. Далее рассмотрим пулеметы. Основным станковым пулеметом белогвардейцев являлся пулемет «Максима». И хотя Тульский оружейный завод, выпускавший эти пулеметы, был под контролем красных, белогвардейцы использовали как трофейные пулеметы, так и захваченные из военных складов. Принцип работы – отдача ствола с коротким ходом, кривошипно-шатунное запирание. Калибр 7,62 мм, патрон 7,62х54. Вид боепитания – холщевая лента на 250 патронов. Темп стрельбы – 600 выстрелов в минуту, охлаждение ствола – водяное. Как и Красная Армия, белогвардейцы устанавливали пулеметы на конные повозки, так называемые «тачанки», что значительно повышало мобильность и боевую мощь подразделения. К июлю 1919 года армия Колчака получила от Британии 2000 пулеметов «Виккерс». Принятый на вооружение армии Великобритании в 1912 году, он представляет собой британский вариант пулемета «Максима». Калибр 7,62 мм, патрон 7,62х54. В отличие от «Максима», этот пулемет имел откидной затыльник, разделённую на две части крышку короба и повёрнутый на 180 градусов замок. Принцип работы – отдача ствола с коротким ходом, кривошипно-шатунное запирание. Боепитание осуществлялось с помощью ленты на 250 патронов. Темп стрельбы – до 600 выстрелов в минуту. Также применялись британские ручные пулеметы «Льюиса». Разработанный в 1913 году, этот пулемет имел принцип работы отвод пороховых газов, поворотный затвор. Калибр 7,62 мм, патрон 7,62х54. Скорострельность 550 выстрелов в минуту, ёмкость дисковых магазинов на 47 или 97 патронов. Эффективная дальность стрельбы – 800 метров. Всего Российской империи в 1917 году было приобретено около 10 тысяч единиц пулеметов «Льюиса». В 1919 году США передали около 1 тысячи пулеметов «Кольта Браулинга» М18-95. Калибр 7,62 мм, патрон 7,62х54. Пулемет «Кольт» модель 18-95 использовал газоотводную автоматику с расположенным под стволом качающимся поршнем. Питание производилось от холщевой патронной ленты, рассчитанной на 100 патронов. Скорострельность 450 выстрелов в минуту. Из Франции в 1918 году поступило 900 пулеметов «Сент-Этьен», большая часть из которых была передана Колчаку и частично командующему вооруженными силами Юга России Деникину, а из Японии 100 пулеметов «Тип-3». Также применялись французские «Шаша», «Готчкис-1909», «Готчкис-1897», «Датский Мацан», «Немецкий МГ-08» и «Австро-Венгерские Шварцлозы». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Смотрите другие ролики про стрелковое оружие Маджахеда в Афганской войне и оружие Германии во Второй мировой. Рекомендуйте канал знакомым и друзьям. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok